алло алло не готов комментировать что-то вам а вы меня записывать хорошо вы хотите поговорить вы поговорить хотите а мне вот сами разговаривать не хочется потому что вы перевирайте факты искажаете их и занимаетесь провокациями она тогда вы мне тоже на вопросы ответите которые я задам вы слова дадите что вы то что я сейчас скажу вы все это прямом эфире запишите на своем канале покажите то есть вы слова даете да ну давайте да да а вы вот эту информацию даете вы сами расследование провели вам кто-то подсказал но вы как-то однобоко информацию подаете вы преимуществом спросили были рассказали откуда имущество в ново-рязанский отец сколько они за это имущество которое арендует платят в администрацию города сколько и налогов платят почему имущество муниципальное людское выходит из оборота вот эти вопросы вы пожалуйста тоже изучите и тогда будем с вами разговаривать изучите пожалуйста вопрос о собственности имущества на котором ново-рязанский отец работает кому она принадлежит на каких условиях заключен договор аренды с ново-рязанский отец почему так получается что муниципальное мыши что выходит из оборота сколько платит ново-рязанский отец за аренду данного имущества как да как новые генерирующие мощности получается так что новые генерирующие мощности становятся частыми и строится за счет тарифа населения и какая прибыль у нарезанский отец расскажите и сколько с этого предприятия получает город со своего имущества вот это пожалуйста все расскажите не все мы в ходе разговора еще могут быть вопросы я только сейчас от вас услышал что у меня приглашаете к разговору пока что я какие-то обвинения в свой адрес слышал от вас итак еще выступает руководитель ново-рязанский отец который отвечает на все те вопросы которые только что поставили передо мной но у меня вопрос возникает к вам полиции по вашему заявлению уже полгода изучать такие простые вопросы чья это собственность кого она кормит выведена не но вы чуть-чуть заблуждаетесь во первых это не полгода да а всего пару месяцев это происходит нет я вообще ничего не боюсь этой ситуации просто мне нечего скрывать хорошо я вам скажу что во первых определение цены это не компетенция города рязани да это компетенция межрегиональной энергетической комиссии крык а во-вторых сравнивать сравнивать ценообразование этих двух предприятий вообще невозможно потому что совершенно разные предприятия одна занимается генерацией другое занимается передачей тепла а если сравнивать с регионами в рязани средний тариф по цифру для населения а если вообще взять по всей стране то тариф в сетях за передачу тепловой энергии практически везде выше чем цена генерации до остальное каждый рубль если вы хотите вы напишите да да ну и не надо вот это послушайте генеральный генеральная прокуратура мы тоже направили обращение ведет проверку прокуратура области тоже идет проверку по каждому тарифу по предприятиям придется отчитаться давайте не будем давайте уважать давайте не будем никого запугивать да меня ваши не пугают да вот громкие то выражение фамилии генеральный прокурат меня это абсолютно не пугает если у вас какие-то вопросы еще если вы хотите ли задать вопрос да или хоть послать мы будем проводить в понедельник конференцию по жкх а что значит слово накрутка есть предприятие тепловых сетей которая передает тепловую энергию в дома данное предприятие несет затраты на передачу да да во первых в нем люди работают да больше полторы тысячи человек у них есть котельные цитальные тепловые пункты изношенные трубы вот все свои затраты они подают в комиссию их подтверждают комиссия выносит решение да и принимает этот тариф это общая практика страны также как и новоризанская тэц и другие предприятия но мне надо уточнить эту информацию от государства от государства это что значит государство мы уточним для этот вопрос могу завтра озвучить журналистов трубы до но мне надо эту цифру сейчас у профильных специалистов потепло уточнить да я эту цифру сейчас могу уточнить ну вы можете по своей версии назвать эту цифру все деньги которые получаются от государства вот как на латание сети они все идут на латание сетей поверьте мне ну почему вы обвинять вы обвиняете человека вы воруете да вы сказали вы воруете сказали да я на это надеюсь я надеюсь вы дали слово что вы все публикуете я надеюсь на вашу порядочность если у вас будут вопросы вы можете дать запрос официально по всем интересующим мы готовы провести публичное расследование по этому вопросу нам бояться нечего мы открыты мы готовы давайте запрос даму мы будем пресс-конференции пройдет никаких проблем нет спасибо спасибо хорошо до свидания